Продолжаю войну с монолитовцами на территории радара. Сейчас 14.56, 22 ноября. Так, сейчас мы отключим выжигатель и начнётся. Хотя, конечно, эффекты довольно-таки слабенькие по сравнению с излучателем на интере. Даже вон, ни звуков каких-то страшных, ничего такого. Поскупились? Поспим немножко ещё. Продолжение следует... Да, вот такой вот дебильный сон. Который вроде как раскрули мою истинную сущность, то что я стрелок. Кажется. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Да, вот я первый раз и позвал монолит. Не первый раз, конечно, это первый раз именно в этой игре. Так, ну и вот наспаунилась толпа монолитовцов, как я и говорил. Так, сейчас нужно идти осторожно. Эм... О! Вы уже здесь, оказывается, спаунились. Раньше вроде как только там начинали. Да уж. То ли это патчи, то ли... Мне опять зашкаливает... Градус того, чего раньше не было. Так. Да, войнушка сейчас будет особенно активная. Блин, чего вы все еще с калашами бегаете, да, баканами? Несите уже к ГПшке, нормальное оружие вообще. Так. Будем пытаться выносить всех очередью в... Один-два выстрела в башку. Ну, а что, неплохо так. Так. А! Сосевик, конечно, не прокатит, потому что от бедра стрелять все легче, чем прицеливаться. Так, еще минус один. Ну, и там, разумеется, начинают сквозь стены стрелять и так далее. Это... Этот обожаемый АИ. Местный. Так. Ну, ладно. С трупами уже хрен с ними. Добыскать я, конечно, буду, но если что-то кого-то пропустил, фиг с ним уже. Нужно двигаться, нужно стрелять, воевать, побеждать, идти до монолита и уничтожить его. Да. А ведь я совсем забыл, черт побери. Я совсем забыл сходить в агропром. Мне же ведь сказано было сходить, встретиться с доктором в тайнике агропрома, там я и узнаю, что я стрелок. Только сейчас об этом вспомнил. Эй, кто в меня сквозь стену стреляет? Да, блин, как же я мог бы о том забыть-то, а? Да, придется мне сейчас один раз вернуться и наведаться в агропром. Ну, я, конечно, возвращаться буду уже за кадром, потому что там бежать теперь довольно далеко придется. Черт побери, вот как я мог взять и забыть это, а? Ну, сейчас выйду с радара, я тебя иду. Потому что я хочу получить хорошую концовочку. Так, чё, совсем раздолбанные ГПшки, смотрю, всех. Жесть какая-то. Как вы с таким дерьмом ходите, вообще, не могу понять. Так, вообще, надо бы зарядить много дантометик, то мало ли, когда мне пригодится. Вот здесь всего два снаряда, но... Всё же лучше, чем ничего. Ну, ещё один тупо идёт, как у себя дома, ё-моё. Ну, они, конечно, так у себя дома, фактически, но... Всё же слишком... Слишком уж, как у себя дома, господа товарищи. Дяди гражданины. Так, эта ГПшка. Тоже раздолбанная. С раздолбанным дерьмом я ещё успею погулять, так что давайте мне нормальный вариант оружия. Так. Если бы я кровососов не замочил, они бы сейчас тут здраво потусились с монолитовцами, но... Я их замочил, так что придётся тусить самому. Так, это чё? Патрон для 545. О! Меня, господа, поймать не так-то просто уже. Хотя мне, конечно, всё равно ещё можно поймать. Каждый раз получают кого-нибудь. Но это уже... Я уже так более-менее запомнил, где вы, где все находитесь. Сам противный. Да. Да. Вот так и закончилась дуэль. Друг-друга кокнули. Ну уж надо быть аккуратнее, ничего не скажешь. Так. Камон, бастард. Ух ты, блин, сколько вас тут. Ну что-то, мне так и не дали КПК монолитовцы-то, а? Нет. Ну ладно, хрен с ним тогда. С линчком. Блин, опять я взял не те патроны. Да что ж такое-то. Зачем мне захламляться лишний раз? Тут уже всякие мастера пошли на все руки. Так, ну блин, ящики. Так, надо быть аккуратным, потому что... Они очень любят стрелять сквозь стены и двери. Ахах! Вот этот сквозь пол пытался выстрелить. Смотрел в него преданным взглядом. Черт, куда там заховались? Готов. И прячемся, и прячемся, а то... А то меня еще разомочат. Так. О, добрый день. Уважаемые. Здравствуй, жопа, Новый год. Здесь у нас тупик, поэтому можно смело пройти и мочить его. Хватит, я свернусь. Ой. Лолка. Когда с той стороны уже выход находится. Но мечи не слишком толстые, чтобы пролезть в эту щель. И слишком слабые, чтобы отодвинуть дверь ручной. Так что приходится идти назад и обходить там через какие-то задницы. О, да кто там еще выпендривался? Вот, немножко шуму понагоним. К тупому ай, это, конечно, все равно не получится. Так. Иди сюда. Готов. Все еще с амбаканами бегаете, господа. Вы просто, блин, дегенерат. Ну, это уже баян. Пытаться так вот выйти из стены и меня замерзать. Это ужасно. Столько народу уже пыталось, если честно. И мало кто смог. Ну, это, конечно, если вот, если сейчас вот я уже, конечно, напряжен и ожидаю подвох от каждого поворота. Поэтому меня сейчас уже, конечно, не поймать таким образом. Так, пять человек осталось. Все карты усеянные росты пиуточек. Ну, это, конечно, не мясо, а что делать? Ну, тоже нормально так. Ну, мать, мать. Прямо-то как будто другими словами вас не пичкали в этих секретах лабораториях, где вас настраивали там. Да. Пострелял в стенку. Ну, вот оружие клинить начало, как обычно. Противный. Да, блин, пятечки не то беру. А что я не то взял? А вот. И прицел Сюзет можно уже выкинуть нафиг. Еще два засранца осталось здесь сидеть. Поэтому надо быть на чеку. Один засранец? Да не может быть. Скорее всего, я сейчас просто вернусь туда, где они находятся. Так. О, нет. Я действительно вышел уже за территорию. Оставшиеся, видимо, спрятались там куда-то. Что их не найдешь? Ну, ладно, пускай живут. Что же делаешь? Монолит все равно не истребить. Выходим на радар. И сразу тыселся с кумом военными, сталкерами и сними прочими. Противники не отдавутся. Время высотил воин отец для разведки. Звучит лечебная. 056-2, обращайтесь с тобой. Ветка, наложение остановок. База, вверх. Заводяйтесь минимально. В целом, вращайтесь на нас. Хех, лох. Время приказа установить архитекты. Нарезать на архитекты. Нарушение решима уничтожать. База, расходим. Вот и вояки, собственно, понаехали. Ну, как я и сказал. Что-то отмечить дожигать, как сразу понабежали все. И вояки, и сталкеры, и долговцы. Но вояк, конечно, побольше будет. Поэтому воевать приходится сразу со всеми. Но воевать я, честно говоря, смысла не вижу. Там, вон, засели прям под самыми антеннами вояки. Целый толпой огромный. Вон, монолитовцы с ними сейчас срутся. Поэтому, ну, ладно уже, фиг с ними. Пускай срутся. У меня сейчас будет еще достаточно целей. Может, каких-то глицов я, разумеется, не могу оставить без внимания. Хотя вояки все еще бегают с собаками. Тупого оружия, видать, что не придумает для них. Не до странного. Мм? Кто-то сказал? Какого зубы лишние? Ага. 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 С той стороны нужно сначала долговцы перемочить. Можно, конечно, просто полюбоваться. Вон они друг друга расстреливают. Пока что я смотрю, одерживаю вверх свободовцы. Если мне не кажется. Это пока они на меня не отвлеклись. Если отвлекутся, то, конечно, победят свободовцы. Хотя обычные свободовцы побеждают. Потому что, не знаю, то ли их там больше, то ли что. То ли у них просто позиция выгоднее. Но долговцев обычно рвут. Это я помню, потому что я еще тогда, когда-то был другом долговцев. Потому что если мне приходится выбирать между двумя группировками, я выбираю долговцев. Чего сзади светятся, блин. Мишень такая хорошая. Ой, меня уже стреляют. Так, ну ладно. Долговцы и так уже, понятное дело, слились. Поэтому придется разобраться со свободовцами за них. Вот тут там народы. Так, ребята. Ой. Ах ты засранец. На! Вылазь. Выходи под мой трус. Так. Не знаю, спецавтомат вала. А, да блин, что я туплю. Я же с ГПшкой уже так бегаю. Так что мне спецавтоматы уже теперь совсем не нужны. Даже тренечки еще с них даете. Круто. Абакан с прицелом. Класс. Хе. Так. Похоже, еще кого-то не замочили у долговцев. Ну вот теперь замочили, да. Давайте, вылазьте, смертники. А, ну понятно тебе, почему свободовцы поместят. Потому что свободовцы в ГП. А у долговцев опять те Абаканы несчастные. Добрый паные. Так, ну что, всем хватило. И нет еще? Последний остался вон там. А, вот ты где уже. Ладно. Пока ты там будешь решаться, я пока что пособираю трупы твоих товарищей. Здесь вон еще торчат монолитовцы. Или это наемники? Нет, монолит. Странно, где же тут эти ваши обещанные наемнички? Тут еще с ТРСами кто-то ходит. Ребят, да вы вообще что ли отсталые какие-то? Или у вас денег не хватило? Бюджета что ли? Нормальное оружие. Ну все. Кстати, монолитовцы вроде как не пьют лодочку, да? Это потребляют только обычные люди. Рядовые, смертные. Так сказать, сразу целая куча тайников нападала. Но мне от них вроде как толку нет, потому что они все нападали далеко отсюда. Так, ну что ж, выбора у меня теперь немного. Мне остается двигаться в Припять. Но поскольку я забыл входить в тайник к доктору, мне придется... Мне придется вернуться. Что же делаешь теперь? Вернуться тем же путем, что я пришел. И тем же я пойду вот здесь, вот где-нибудь. Так, ну-ка. Нифига полезного. Ладно, запись я пока что прерву. Восстановлю ее, когда уже пойду в тайник стрелка. Вернее, я попаду туда. Потому что я не могу пойти дальше, не узнав, что я собственно стрелок. Так что пока что прервусь. Не могу я съездить толпу тупых одиночек, которые приперлись тут почему-то откуда-то заспаунились. Начали стреляться вроде как с монолитовцами или кто там еще. Кажется с монолитовцами. Вон, целая толпа народу полегла в аномалии. Ну вот что это за идиоты, а? Я прям поражаюсь. Да. Четыре человека зашли под охлево в аномалиях. Так, ну-ка. Кто это там, покажите-ка. Мои патроны разбросали, засранцы. А, это вояки всего лишь. Тьфу ты, блин, увы и лохи, ребята. Подохнуть от вояк. Да и более в электрике. Должна дума удриться. Так, ну ладно. Ох, стоп, заканчиваю, продолжаю двигаться. Итак, я у тайника стрелка. Пришлось тут еще пройти через толпу мандюков одного военного, который здесь валяется. Ну что называется, будем нефиг делать. Так, и вот сейчас я попробую забраться сюда внутрь. И покажу один интересненький баг. Выброс. Эй, стрелок! Давай, давай. Давай, приходи в себя. Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Время не в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из забравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там погибали. Так вот, пока тебя не было, я распопал информацию. В общем так. Есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну а там, в обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться... ...раз так настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все стрелок. Теперь пришло время встречаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи. Так, сейчас покажем баг. Вот теперь я узнал, что я стрелок и так далее, ну в общем. Стрелок! Эй, стрелок! Давай. Добрый день. Давай, приходи к тебе. Оп, дерьмо! Эй, доктор, ты хотел мне что-то рассказать, нет? Эй! Не стреляй! Хватит, хватит, не надо! Упс. Извиняй, братьев. Я всего лишь тебя оглушил. Я ж не могу замочить самого доктора, в самом-то деле. Да. Поприкаловался, называется так. Ну сейчас мне осталось двигаться в Припять. Исполнитель желаний. Теперь моя следующая цель, то есть само ЧАЭС. Так, я слышал, что в монолитах он ствол меня к себе. Мне попутно надавались здания на всякие лагеря тупые. Так, ну и самое главное, это, конечно, доник на Припяти. Теперь главное не забыть про него, когда я буду двигаться в сторону ЧАЭС. Так, ну а пока что прервусь, чтобы вернуться на радар. И заодно схожу к бармену и, пожалуй, затарюсь с ним о чем-нибудь вкусном. И так, вот я и закончил пробежечку до самого гробома и обратно на янтарь. Ой, тфу-то, на янтарь, на радар. По пути я все-таки решил немножко отвлечься и зашел на янтарь. И там подновил костюмчик себе. Поэтому теперь у меня почти целый костюмчик, еще один запасной. Набрал целую гору патронов. Ну, понятное дело, постоянно перезагружаюсь. Вот, подокупал 30-ти зарядов. Повышенной пробиваемости. Даже несколько ракет удалось уцепить. Ну и целую горсть патронов для снайперской винтовки. То есть теперь средств для изничтожения врага у меня просто достаточно. Ну, с патронами, конечно, туговато. Бронебойные вообще что-нибудь попадались. Только одни обычные. Но приходится... Пришлось терпеть. Так, ну ладно. Что могу сказать? После того, как я зайду на ЧАС, я не смогу больше вернуться. Но возвращаться теперь, конечно, нет смысла. В рамках летсплея я сделал уже все, что хотел. В обычной части... В обычной части зоны. Теперь остается только двигаться вперед и прорваться к самому монолиту. Здесь вот целая толпа монолитовцев еще стоит, которых я так и не замочил. Ну, которым, собственно, пофиг, что тут сражения всякие и прочее. Так что повоюю-ка с ними. Так, двигаемся потихонечку вперед. Блин, тут стайперка, конечно. Кто еще? Неплохо. Так. Один факт готов. Ну, я и говорю, чисто наплевать. Ой. Второй готов. С такого расстояния стрелять, конечно, не резон. Но приходится. Но... Пуля летит довольно-таки рандомно. Это называется стайперская винтовка. Так, спи-столет у меня потрогал хорошо. О, тут еще целая куча братков стоит. Теперь не стоит и лежит. В общем, да, со снайперка здесь, конечно, оказалось все гораздо круче. Я думал, а ведь я как-то ее раньше не брал обнимание. Все с автоматом проходил. Она, оказывается, ромкая, крутая. Будем знать, будем знать. Хотя, конечно, уже поздновато. Ну, ничего. Так, у меня, я смотрю, еще целая пачка народу. Выстреливай-ка и оставшиеся три стволе вот этих обычных влога. Так, ребята. А, вы, я смотрю, рассиживайте, да? Ой. Ой. Ну, все, какие-то сволочи, а. Стой. Да, посол. Став. Все-таки в этот раз я гораздо лучше подготовился, походу. Чем в тот. Теперь у меня есть все необходимое. Ну, правда, к патронам надо было, наверное, докупить еще к пистолету, а то мало ли. Бывают такие ситуации, когда некогда перезаряжать свой кротомет. А враг уже вот-вот вылезет из-за стены, и нужно быстро перехватить оружие. Ну, и в общем-то это выглядит довольно неплохо. Да, сидели перед костром из костей. Вообще, такой тоже баг сбавный есть. Можно было даже не отключать выжигательный мозгов. Можно было просто вот запастись вот такой огромной горой птичек, как у меня есть. И там антиратовать не нужно только птичке. И просто вот так переть, 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 переть сюда. Мне будет постоянно наноситься урон, но как только я пройду это дело, и попаду в следующую локацию, то выжигатель будет автоматически уничтожен. Ну, вернее, он не будет уничтожен. Если я вернусь, я увижу, что он по-прежнему на месте, но... Ну, в общем, еще одна, не подумай, если не большая. Как и то, что я вижу отсюда границу карты, вон из окошка. Если зайти туда, то можно будет упасть вниз и провалиться. Просто в пропасти там сдохнуть. Что выглядит довольно-таки уныло. Так, ну ладно. Собственно, с радаром закончили такое уныленькое местечко. Но, тем не менее, здесь было весело. Блин, там еще не какой-то хабар лидера группировки. Хабар лидера группировки, блин, я же... Все, никак не могу работать над своей дикцией. Так, ну что ж. Пора двигаться в Припять. Здесь у нас... Ух, то есть и стрелы-танечок, запасы лидера свободы. И последнее, что было известно о нем, это то, что он выжил один после выжигателя. Надо будет сходить посмотреть, потому что я вообще не помню, что здесь тайники были. Я думал, здесь и не бывает. Следующая цель это будет в Припяти найти комнату с тайником. Чтобы получить основную концовку. И затем проникнуть... Не помню, нет, это не тут. Это вот здесь, кажется. Лагерь монолитовцев. Там стоит их алтарь, лежит куча полезных артефактов. Поэтому стоит туда зайти чисто для того, чтобы взять там мамины бусы. Кажется, они там есть. Лишняя пульсойкость мне никогда не помешает. Так, ну а пока что надо вооружиться своей винтовочкой. ГПшка целая у меня только одна. Я ее хочу оставить для финального забега. Ну, пожалуй, для забега под ЧАЭС. Финального, конечно, не стоит. Так. Эту, пожалуй, выкинула довольно поломанная. Ну, возьму вот эти две. Сейчас начнем воевать. Патронов у меня дофига. Так что отправляемся вперед и будем защищать честь сталкеров, так сказать. Ура! Здесь можно как каждого фактически, потому что я же почти всех себе врагами сделал. Ну, кроме... Кроме одиночек. А можно пойти вот с этой группой сталкеров, по которой мне говорили. Орлы, служите меня внимательно. Будем пробиваться к санкции. Город кишит монолитовцами и прочей нечисти. Поэтому смотреть в оба и прикрывать друг друга. Все. Проверяйте словы и выдвигайтесь вперед по аллее. Готовно в 15 секунд. Да, и хорошо. Ты, наверное, меченый? Мне я тебе говорил, барон. Давай пробиваться вместе. Вперед! Ну, я могу, конечно, и от них уйти. Они мне скажут, ну, давай, давай, у тебя своя дорога. Все. А можно идти с ними, и как бы вот командные действия, командная игра, хотя на самом деле этих экзоскелетников поубивают довольно-таки легко. Сейчас начнут отовсюду вырезать монолитовцы. Ну, в общем, да, я даже не знаю, стоит ли с ними идти куда-то. Ладно, в первую часть можно и пройти все вместе. Тут прямой коридорчик. Это именно. Это кто сказал-то, насы, что ли? Нет. Эй, ребят, ребят. Всем перебором, ты не слышишь. Фига вы быстрые, я даже не успел опомниться, как вы уже все перемочили. Мда. А, ну, правда, они здесь все нубы. Дальше-то, понятное дело, посерьезнее начнутся с схватки. А, иду, иду, иду. Стойте. Я пока что хочу с вами пора липлеить. Вообще, Припять, конечно, тоже очень хорошо сделана. Дух советиков виден во всем. В каждой обрушенной пухе. Ой. Выкорбись, сука! Выкорбись, сука! Следующий! Получай, сука! Я взял одного! Тут, кажется, один я всех снимаю, а? Они сейчас живые, интересно. Ай. А что там за эс-хол? Былок. Потрепавалов! Еще. Ай. Ой, потрепавалов. Че, все, кого-то убили уже, что ли? Потрепавалов, говорите. Вроде вас и было пятеро, да? Или было шестеро? Я что-то уже запутался, если честно. Ладно. Я просто, когда игра в команде, я не люблю терять своих бойцов. Не важно. Боты это или живые люди. В общем, атмосфера здесь очень такая крутая. Жаль, что не три мне осмотреться, потому что нужно ходить и расстреливать всех подряд. Так, опять воюйте. Да, вижу. Да, стрелять нам только в голову. Абсолютно невыгодно пытаться пробить резискиллер. Ой. Следующий! Я взял одного! Ребята, ребята, шевелимся. Если кто-то упал, могу и вылечить, если что. Ну, это пока что. Потом я, конечно, от них отойду. Когда просто подберусь поближе к запасам лидера свободы. Да, насколько я знаю, не полезу сейчас. Да, блин, кто-то мне... Щелкает. О, друзьями стали. Оценили мою помощь, видать. Так же мне оценить. Блин, тут одни ксоскелетники прыгают. Это неудобно. Чё там попёрдываешь до своего грома? А, вот он где, ещё один. Был учёный мою помощь! Тут уже вы тут стоите. О, одного замочили нашего, я смотрю. Там есть, нахуй, нахуй, нахуй. Там есть, нахуй, 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 нахуй. А, нет-нет-нет, все живы. Браво! Нахуй, нахуй, нахуй! Где-где-где, блин? Я уже жалею, что ввязался в эту вашу авантюру дурацкую. Воевать, блин, со всеми. Он, вон, наш пошёл там куда-то гулять. Блин, не стреляет, нихрена. Он стреляет по-нашему. Нашему насрать. Так, ну и, в общем, я смотрю, ему пофиг. Они уже глюкнули, походу, вон стоят. Один наш ушёл туда, его, походу, уже убили. А, нет, ещё не убили. Ну, это в прошлое времени, конечно. Девчонка, какого-то хрена вообще-то ввязываюсь. Ладно, извините, но релеплейте больше не хочу. Пускай они сами разбираются, а я пойду выполнять свои задания. Ой, это же свобода. Я думал, там анализ здесь ходит, это свобода уже. Ну, мне, в принципе, все равны уже. Все враги теперь, всех надо мочить. Так, надо быть поаккуратнее, конечно. Тут, разумеется, артефакты разбросаны. Ну, не то, чтобы их много было, но достаточно, так. Вон каменный цветочек. Грави. Ну, конечно... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А-а-а-а! Блин. Вот я лоу, так сказать, да? Ну, можно зато осмотреть с высоты местность, так сказать. Полюбоваться на всю эту красотищу. Еще, конечно, погулять нигде не дают, но... Все равно, все родное, такой знакомый прям. Что-то еще артефакт какой-то. Так, ладно, перезагружаемся. Так, о, ну, хорошо, что недалеко. Так, я знаю, что ты здесь, чувак. Готов. Ну, в общем, что я хотел все сказать. Пускай наш там развлекаются. Мне нужно двигаться вперед. Ага, спасибо, братки. И вам не хворать. Хе. Ну, от пули, конечно, долго хворать не получится. Как показал этот чувак, сначала павший на бок, потом вдохший. Так. Значит, отсюда у нас свобода придет. Здесь у нее запас ее лидера. Ну, повсюду эти, разумеется, фоновые выстрелы, но это... Ладно, я уже просто опять нечего сказать. Че, в сортире храните свои запасы? А, нет. Стоп. Вы хотите сказать, что я уже пришел, столь, сюда? Не может быть, это здание вообще не из этого. Там, ну, и да, в принципе, она не из-за этого, действительно. Так, ам... Я думаю, сейчас, думаю, найду-ка это не крест. Их не тайничок. Как я знаю, где он засунули. И на этом закончу серию, поскольку она уже и так подзатянулась малость. Так, мне еще много чего предстоит разузнать. Ага, вот он где. О-о-о-о-ой-ой-ой, как хорошо-то. Ой, целенькая ГП-шка. Патрончики бронебойные. Подствольнички, правда, не для этого автомата, но все-таки. Если я найду... ФНФ-2000... Тфу-то, ФТ-200М. Он еще тут так называется. То мне не пригодятся. Так, ладно. Я тут уже куда-то не туда пошел. В общем, теперь мне остается пробиться через Припять. Пробраться в эту самую гостиницу. Узнать там... То есть, взять там дешифратор. Для двигателя ЧАЭС. И, собственно, отправиться на саму ЧАЭС. Пока тут все воюют. Ну и повоевать, разумеется, за компанию. Так, ну это все, разумеется, в следующей серии. Успеем, так сказать. А пока что все.